Я не даю разрешения на аудиторию. Я хочу сдать анализ крови, либо снять с меня, пожалуйста, мазки, которые могут... Не снимаю. Вы что, агент? Зачитывай-то себе. Пухольчук Александр Алексеевич. Да, точно. Алексеевич. Инспектор управления патрульной службы Миста Киева. ДПП 004-003, годен 31, 10, 20, 21. Есть такие, да? Да, есть. Теперь хочу с вами познакомиться. Да. Суть скоченного мое порушение. Да, что я порушил? Существует право в статті 122 Кодексу Украины, а саме порушение правил дорожнього руху, згідно статті 35 Закону Украины по национальному поліции, пункту 1, порушение правил дорожнього руху. Порушение правил. То есть у вас уже установлено факт, что я порушил правила, и вы можете мне предоставить все доказы, которые... Не могу доказать. Да, и вы не можете просто так рассказывать, что вы видели на ваших очках. Вы помиляете. Не, я не помиляюсь. Так написано в законе, который так трактует. Если у вас нет никаких видео доказов, мы не можем... Если у вас есть видео фиксации, мы можем рассматривать справу. Давайте рассматривать справу. Мы рассматриваем справу. Не помню, честно. Давайте. Начинаем рассматривать справу и установим мою особу. Я спілкуюсь с вами. Ну, если я что-то порушил, будь ласка, предъявите мне мои правопорушения и все. Я вам все предоставлю, все покажу. В статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушения ви маєте право ознайомитись з матеріалами справи. Право. Якщо ви хочете цим правом скористатись. Я користаюсь. Клопотання, да. Але. Я вам поясню, що маєте право, але я вам не зобовязаний їх на місці не доставляти. Зобовязаний. Не написано, що я зобовязаний. Там написано тільки те, що ви маєте право ознайомитись з матеріалами справи, заявляти докази, надавати клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката або фахівця в галузі права, який наділений державою такими правами. Якщо не розумієте мови, якою ведеться проваження, маєте право на перекладача. Це все для мене зрозуміло. А ви теж маєте право написати пояснення. Так. Будете користуватися якимось пунктом? Так. Я хочу ознайомитися з матеріалом, який ви зняли. Я вам вже сказав, на жаль, не можу, тому що є автоматичні фіксації. Автоматична фіксація теж у вас... До неї доступу немає, я вам пояснюю. Є. Все є. Тоді я не можу з вами ніяк... Тоді зараз ваш автомобіль буде заблокований ще одним автомобілем. З якої? З поліції. Так. Вас буде запрошено добровільно проїхати у відділ поліції Шевченківський. За адресою міста Київ, вулиця проїзна 12Б. Для встановлення вашої особи. Такому випадку. Давайте, несите тогда ручку, бумажку, мы будем писать безпричинную. Да, будем писать... Нет, безпричинную остановку. Безпричинная остановка. Да, безпричинная остановка. Че вы меня останавливаете? Уже все показал. Тут же ж, ну, принципиально, правильно я так понимаю именно? Просто надо до чего-то, да, колупаться. Я не даю разрешення на ауди, я хочу сдать анализ крови, либо снять с меня, пожалуйста, мазки, которые могут... Я в данный момент не могу сдать анализ СЭЦи. Пожалуйста, берите у меня, пожалуйста. Я вас попрошу. Согласен, я вас попрошу. Не надо... Вот. Читай так. Читай, ты шай расскажи. Вы меня услышали? Да. Я хочу сдать анализ крови и мазки, слюны. Анализ крови и анализ СЭЦи, ой, слюны. Согласно законодательству. Вы имеете право сдать только анализ мочи. В данный момент я не могу его сдать. У вас есть еще время, целых два часа. Пожалуйста, читайте это задание. Я хочу сдать анализ крови, анализ слюны. Я не могу согласиться на видео. Да. Ну, с таким чем проблема. У вас... Значит, неодекватно с поведением. Мне для... Согласно клинической картины, согласно МКБ-10, РКБ-10, у вас будет Р-12, стан с пленением на судовживание каннабиноид. Вам все разумело? В 11.05 вы были в этом кабинете. Через ровно 2 часа в 13.05 вы не сделаете анализ, который вы получите по клинической картины и отопительное обменение. Прекрасно. Все, спасибо.